Продолжение следует... Горы занимают 40% всей территории суши. Больше всего гор в Азии. Меньше всего в Африке. Горы можно увидеть даже на океаническом дне. Некоторые полностью скрыты под водой, а другие выступают над поверхностью. Гора — это геологическая форма рельефа, возвышающаяся над окружающей землей. У нее есть три основные части. Подножие, склон и вершина. Гора чаще всего имеет четкую линию подножия. Склоны, как правило, довольно крутые, с неровными краями. Вершины бывают разные. Острые, как здесь, округлые и плоские. Например, столовая гора в Южной Африке. Кстати, по внешнему виду гор можно определить их возраст. Если вершины острые, а склоны крутые и высокие, то перед нами молодые горы. Они образовались в течение последних 50 миллионов лет и развиваются до сих пор. Но за сотни миллионов лет дожди и ветра так сильно разрушают горы, что они становятся низкими, а вершины круглыми или плоскими. А как вы думаете, что это такое? Это все, что осталось от самых древних гор на Земле, обнаруженных в Канаде. По мнению ученых, их возраст превышает 4 миллиарда лет. По высоте горы делятся на низкие, средние и высокие. Кстати, высота гор может измеряться двумя способами. Первый – это расстояние от уровня моря до вершины. В этом случае самая высокая гора в мире – Эверест. Ее высота больше 8 тысяч метров над уровнем моря. Второй способ – это расстояние от подножья до вершины. В таком случае самая высокая гора в мире уже не Эверест, а вулкан Мауна-Кеа на Гавайях, потому что ее подножие находится глубоко на дне океана. Вы когда-нибудь задумывались, как образуются горы? Представьте сваренное вкрутую яйцо, скорлупа которого сильно потрескалась. То же самое можно представить и с землей. Вся ее поверхность расколота на части или тектонические плиты, которые медленно плавают в море горячей магмы. Когда две тектонические плиты сталкиваются, они надавливают друг на друга, что заставляет земную кору подниматься и сминаться в гигантские складки. Так возникают складчатые горы. Например, Гималайи или скалистые горы. Иногда тектонические плиты могут растягиваться, что вызывает трещины или разломы в земной коре, в результате чего одна часть гигантских глыб проваливается вглубь, а другие поднимаются вверх. Так создаются глыбовые горы с длинным уклоном с одной стороны и крутым обрывом с другой. Например, Драконовые горы в Южной Африке или горы Сьерра-Невада в Калифорнии. Другие горы образуются, когда затвердевшие складки разламываются на крупные блоки, а затем поднимаются или опускаются вдоль разломов. Так возникают складчато-глыбовые горы. Примерами могут служить Тянь-Шань или Алтай. А еще горы могут образоваться в результате вулканической деятельности. Это когда расплавленная порода извергается из жерла вулкана. Лава накапливается и застывает. Цикл повторяется многократно. И вот перед нами гора вулканического происхождения. Например, Фудзияма в Японии или Сент-Хелленс в США. Но бывает и такое, когда большое количество магмы накапливается под поверхностью Земли, но не извергается. Постепенно магма остывает, а на поверхности образуются купольные горы, как Педра де Бока в Бразилии или Башня Дьявола в США. Горы могут быть одиночными, а могут занимать целые регионы. С одиночными все просто. Они стоят отдельно и часто имеют вулканическое происхождение. Гораздо чаще встречаются горные хребты. Это группа гор, вытянутая в линию. Например, Эверест является всего лишь частью горного хребта Гималаев. Также часто встречаются горные группы. Это тоже группа гор, но не вытянутая в линию, а просто образующая группу неопределенной формы. Горные хребты и горные группы, сходные по строению и возрасту, это уже горные системы. Множество горных систем – это горная страна. А самые крупные образования – это горные пояса. Они тянутся через целые континенты. Например, Альпийско-Гималайский горный пояс пересекает всю Евразию, а Андийско-Кордильерский проходит сразу через Северную и Южную Америку. Эти удивительные формы рельефа имеют уникальный климат, а на разных высотах можно встретить разные виды растений. В самом низу часто растут густые лиственные леса. Выше – хвойные леса. Затем растений становится намного меньше. Преобладают только мхи или шайники. Животные, обитающие в горах, привыкли к холоду. У них выработались совершенно разные приспособления для жизни в горах. Например, красная панда в Гималаях Азии обрастает густой шерстью. У снежных барсов в процессе эволюции образовались маленькие уши, чтобы минимизировать потерю тепла, и длинный хвост для улучшения равновесия. Горные гориллы более крупные, коренастые, длинноволосые и короткорукие, чем их низинные собратья. У горных баранов и горных козлов есть специальные копыта, которые помогают им перемещаться по горной местности. Если вам посчастливилось жить рядом с горами, вы, вероятно, знаете, что в них есть что-то особенное. Величественно возвышаясь над окрестностями, они обеспечивают до 80% всей пресной воды в мире, дают начало многим рекам, являются сокровищницами полезных ископаемых, а также предлагают огромный выбор горных видов спорта. Теперь вы знаете все об этих прекраснейших творениях природы и о том, как они появились. Увидимся в следующий раз! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok